День рождения сразу 30 именинников отметили в Челновершинах. Участниками яркого праздника стали дети с ограниченными возможностями здоровья и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Инициатором такого доброго дела стала участница общественной акции «Где родился, там и пригодился». Подробности в нашем сюжете. Разноцветные шары, яркие колпаки и клоуны в придачу. На стадионе «Колос» в Челновершинах «Аншлаг». Вот только приехали сюда не спортсмены. Главные герои праздника – два забавных клоуна Стёпа и Клёпа. В их арсенале яркие парики, накладные носы, а еще конкурсы и познавательные викторины. На грандиозном дне рождения собралось более 30 именинников. Это дети с ограниченными возможностями здоровья и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сделать такое доброе дело Анастасия Никитина решила давно. А благодаря общественной акции «Где родился, там и пригодился», ее мечта осуществилась. Вот уже 7 лет Анастасия – педагог дополнительного образования. Времени, проведенного за работой, не замечает. Помогать детям – ее призвание. Ради детей надела парик и панталоны. Вообще день рождения для ребенка – это самый главный в жизни праздник. Долгожданность – самое главное. И каждому ребенку охота провести его насыщенно, ярко, радостно, чтобы он прошел. Но не у каждого возможности, у каждого родителя есть такая возможность. Я решила организовать для них вот такое вот мероприятие. Подарите мне немножко частичку доброты. Бери конфетку и прищепку. Одну быстрее, быстрее, быстрее. Пришлось немало потрудиться, чтобы организовать это событие. Вместе с улыбками на лицах расцветают яркие рисунки. Подключили и местный подром. Лошади – удивительные животные. Общение с ними лечит. В первую очередь, конечно, социализация идет, то, что они умеют друг другу выступить, друг друга поддержать, друг другом погордиться даже. Но и с эстетической стороны, когда мир красочный, когда вот эта вот палитра красок, она радужная, она обязательно на сердце открывает какие-то створки, что ли. Не в пирогах счастье, но без них настоящий день рождения представить трудно. Свечки задувать не стали, зато отпустили в воздух шары и загадали самые сокровенные желания. Я думаю, что все удалось и проведение данного проекта, я думаю, станет хорошей традицией на территории нашего района. И думаю, может показаться примером и реализованной территории всей Самарской области. В этом году общественная акция, где родился там и пригодился, собрала более тысячи молодых специалистов. За них отдали свои голоса около 200 тысяч человек. На финишную прямую вышли 12 участников. Каждый из финалистов должен презентовать собственный проект. А телерадиокомпания «Губерния» продолжает рассказывать о номинантах. Все выпуски проекта «Где родился там и пригодился» можно увидеть на сайте губерниетв.ру. Мария Акимова, Сергей Костин. Новости губернии. Челновершины. Новости губернии.